Продолжение следует... Собственно говоря, цель моего сообщения – это пролонгация тех подходов, которые мы используем, и доложены они Павел Александровичем, моим коллегой. Ну а у меня, собственно говоря, взгляд на практическую сторону этого вопроса. Но, к сожалению, слишком светло здесь, и опять же, это слайд, попробую объяснить. Как раз о том, как маркируем критические периоды. Здесь используем белок, ассоциированный с микротрубочками, МАП-2, антитела к нему. Почему его? Потому что он начинает синтезироваться в тот момент, когда клетки устанавливаются на оптические связи. Период это достаточно пролонгированный, потому что и слои формируются в разное время в коре, и в последовательности определенный, то, что называется, изнутри наружу. И связи устанавливаются тоже разнообразные, и с восходящими аффирентами, таламокортикальными, и межполушарными, и внутрикортикальными, и локусными, с самыми короткими связями. Таким образом, сам период вот этих критических периодов развития, он очень пролонгирован, занимает, собственно говоря, вот ту границу между вторым и третьим триместром гистации, которые в настоящее время, с практической точки зрения, опять же, весьма интересны. Почему? Потому что с 2013 года Россия поменяла, как и то, что мы называем высокоразвитыми странами, уровни живорождения, так называемыми обязательными реанимацией. Эти выхаживания теперь подлежат детки, рожденные на сроках от 24 недель гистации и с весом от 500 грамм. Таким образом, они рождаются тогда, когда значительные области коры, вот здесь они отмечены, а цифры указывают те недели гистации, когда появляются первые клетки, вот которые мы можем маркировать мапом. Значительные территории коры находятся как раз в зоне риска. А преждевременное рождение – это как раз одно из немногих событий, которое, естественно, осложнено тератогенными воздействиями на плод, ну, хотя бы из-за того, что меняется тип оксигенации. Именно в этот период клетки находятся под этим ударом. И исходная точка для наших дальнейших исследований, которые могут быть пролонгированы в практику, такая. Вот эти клетки подвергаются нейродегенерации. Нейродегенерация клеток приводит к валеровской дегенерации аксонов. Валеровская дегенерация аксонов может быть выражена изменением объема трактов. Один из трактов мозга, в котором в четкой топографической последовательности представлены гомотопические межколушарные связи, это большая комиссура мозга, корпус колозум. Именно он является очень пристальным таким объектом исследований последних лет с помощью различных методов магниторезонансной томографии. Мы работали почти исключительно с анатомической или структурной томографией, рутинной томографией. Наверное, тем ценнее то, что даже этим методом можно получить результаты. Результаты, демонстрирующие, что срок кистации при рождении имеет значение в оценке состояния мозолистого тела. Таким образом, отправная точка для этих исследований, еще раз, это возможная нейродегенерация с последующей валерской дегенерацией аксонов. Вот это список детей, которые родились либо доношенными, то есть больше 38 недель гистации, и с небольшой степенью недоношенности. Мы измеряли площади сегментов мозолистого тела. Их всего 7 выделяются. Выделяются они по стандартному методу Эдорсонов. Это для всех исследователей этой комиссуры наиболее часто употребляемый метод. И площадь этих сегментов у детей с разной степенью доношенности на момент рождения, она различается, особенно это справедливо, для тех областей, в составе которых проходят связи височных областей мозга и центральных и префронтальных областей мозга, то есть как раз тех областей мозга, которые принадлежат к тем зонам, проходящим через критический период развития, вот в середине периода гистации на границе второго-третьего триместров. Упорядоченность, вот такая упорядоченность связей, проходящих через мозолистое тело, представлены на примере вот этого обзора, прослеженные связи методом функциональной томографии. Вот здесь вот посередине это Бродмановская карта корытового шарий, а в этих рамочках это мозолистое тело, томографическое его изображение, и более таким ярким пятном отмечены те связи, которые проходят через этот локус, а цифрами указано соответствующее поле. Вот исходя из этого, из того, что мы, во-первых, обнаружили в ходе своих исследований с помощью иммуногистохимических маркеров, в частности МАП-2, вот такое наличие клеток в состоянии критического периода развития, вот локализация, это в основном центральные, префронтальные, височные области коры. Мы разработали вот такой вот индекс, мы назвали индексом мозолистого тела, такой прогностический индекс. Деление мозолистого тела по методу Виттлсон, старая работа, но, тем не менее, этот метод ничего лучшего не изобрели, и пользуется им наиболее широко. Это способ деления на 7 сегментов. И вот соотношение наиболее стопильных сегментов и наиболее изменчивых, они влегли в основу этой формулы. И вот этот вот индекс прогностический, он продемонстрировал, это та же выборка детей, у которых измеряли площадь мозолистого тела, что действительно этот критерий, этот индекс имеет значение пороговое, равно на 60 при нашем способе измерений, и большая часть детей с неполным строком гистации имеет этот индекс ниже уровня, а детей, рожденных доношенными, выше 60 среднее значение, они более крупными значками отмечены, они различаются достоверно. Поскольку вот такое наше предположение об избирательной гибели клеток и, соответственно, нейродегенерации определенного локуса мозолистого тела можно проверить на определенных заболеваниях, мы на данный период взяли заболевание, которое характеризуется своей непрогрессивностью, это детский церебральный паралич. Считается, что детский церебральный паралич, это в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, это заболевание гистации, и что, извините, мы все-таки биологи, поэтому вот это интересно было для нас, как бы не цинично, а для медиков, особенно психологов это не звучало, что у этого заболевания нет прогресса, то есть одномоментное поражение, оно сохраняет все типические признаки заболевания, неизмены. И вот это исследование мы провели по тому же алгоритму, что и при сравнении мозгодоношенных-недоношенных, здесь также мы измеряли сегменты мозолистого тела, и контрольные случаи, это синяя линия, красная линия, это дети с ДЦП. Дети были подразделены на возрастные группы, всего было 110 случаев, 110 томограмм, таким образом исследовано, показана достоверная разница площади, как всего мозолистого тела, так и отдельных сегментов. Наиболее изменчивыми сегментами оказались также сегменты задние, это валик в составе которого проходят связи височных областей коры, и сегменты передние, в составе которых проходят связи префронтальных-фронтальных областей коры. И вот этот индекс, прогностический индекс, который мы использовали также для исследования этих томограмм, он тоже показал достоверные значения средних, ну а здесь для каждой возрастной группы отдельными значками показаны индивидуальные значения этого индекса для детей с ДЦП и для детей групп контроля разных возрастов, все же возрастов, что и дети с ДЦП, но не имеющих этой патологии. Таким образом, вот это наше большое исследование, которое мы ведем, изучая слои, критические сроки их поражения, клетки, которые, последовательность развития клеток в каждом из слоев, вот на данном этапе увенчалась вот таким вот прогнозом, таким выходом в практику. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Ивановна, за такое сообщение. Мы все-таки биологи и экспериментаторы, у нас основная модель исследования это животное, а вы делаете на человеке, да, тем более с каким-то прогнозом. Можно задать два вопроса, наверное? Так. Пожалуйста. Наталья Павловна. Я бы сказала, что у недоношенных детей, особенно у самых маленьких, 500 грамм, вообще перестают расти в объеме, или этот рост идет очень медленно? Вы знаете, это такой вопрос сакраментальный, поскольку, ну, в России это сравнительно небольшой срок исследования, наблюдений за такими детьми, а в странах западных, там, в Швейцарии, в Канаде, Америке, это уже около 20 лет, то 4 года назад, можно так сказать, показательная характеристика, вообще состояния проблемы, был международный съезд педиатров, и, в общем, там, конечно, основным таким вот, про такой проблемы были именно эти дети, что недоношенные, что вот этот мозг, который попадает в иные условия, он развивается по каким-то иным законам, но, к сожалению, пока критериев не выделено. Вот этот критерий, вот эта структура, мозолистое тело, она наиболее часто используется именно как такая интегральная для определения отклонений. Но есть, ну, да, несколько методов, способов это определить, как бы косвенно свидетельство того, что да, та или иная луська рыба поражается, но вот, может быть, наш наиболее простой, чёткий, но, скорее всего. Я занимаюсь почкой известных таких детей после рождения, например, перестаёт образовываться новые нефроны, то есть они уже заведомо получают почечные болезни впоследствии. Ну, да, но их такое разнообразие, что там не разобраться, пока. Будьте добры, скажите, как Вы относитесь к гипотезе относительно патогенеза ДЦП аутоиммунной? И тогда ведь она достаточно, так сказать, серьёзная и пользуется популярностью, скажем так, и, второй как бы маленький к этому же вопросу. Прогноз-то Вы как определяли? В лонгитюде изучали? Или каким образом подтверждался или не подтверждался прогноз? Нет, мы прогноз, собственно говоря, мы считаем, что этот индекс может быть прогностический для того, чтобы диагностировать как можно раньше этот порог. Дело в том, что ДЦП диагностируют очень поздно. У детей после года это тяжёлые формы, а то и позже. Вот, и, естественно, пластичность мозга в это время снижена, и поэтому для всех, кто работает вот с детьми с высокой степенью недоношенности, вообще недоношенности, рождённых после тяжёлых беременностей, конечно, очень желателен прогноз с первых же дней рождения. Что касается аутоиммунной и аутоиммунной этиогенеза этого заболевания, ну, это, опять же, да, один из вопросов, но, ежели взвесить все причины, насколько часто их рассматривают как вот именно непосредственную причину развития заболевания, их вот объединяет общим этим признакам, что это пренатальный период, что является здесь источником, ну, например, сейчас нейровирусные инфекции рассматривают очень широко вы, кстати, весь свой материал, не на все, конечно, но определенную панель вот самых распространённых вирусов проверяют, поэтому аутоиммунная не исключается. Тут важен прогноз, скажем, что очень я обратила внимание, постаралась это сделать, что ДСП это заболевание, которое относится к непрогрессирующим, то есть если оно появляется при рождении и есть признак, который воплал, то дальше оно не прогрессирует, оно фенотипически разворачивается. Оно не прогрессирует, но компенсируется может. таких примеров немало в клинике. Очень может быть, потому что с клиницистами, которые занимаются ДСП, собственно говоря, мы не работали, мы работали с базой томограмм, которые вот такие и, соответственно, отправными точками, которые существуют для того, чтобы это заболевание именно прогнозировать и с какими причинами его связаны. Мы используем этот мозолистое тело только как интегральный индекс, хотя есть, что при диплегии именно мозолистое тело играет решающую роль. Так, кортикоспинальный тракт всегда. Спасибо. Спасибо большое, Елена Ивановна.